Я родилась в семье врача. Моя мама была врач. Папа был инженер, но мама для меня всегда была эталоном доброты, профессионализма, сострадания, мудрости. Она была хирургом. И, конечно, я с самого детства очень много времени проводила у нее на работе. Видела, как мама себя ведет в профессии. Конечно, для меня другого выбора не было. Я хотела пойти по ее стопам и поступить в тот же институт, в котором она училась. Это первый Ленинградский медицинский институт имени Павлова. Сейчас он университет. Санкт-Петербургский первый. И, конечно, я хотела быть хирургом. После защиты диссертации, которая у нее была посвящена травматическому шоку, перешла работать в шоковую реанимацию института скорой помощи Джани Лидзе, в котором она проработала до конца своей жизни. Она ушла достаточно рано. И я хочу сказать, что мама в тот период, в советский период, когда реанимация была табу для всех родственников, мама пускала родственников к пациентам. Под свою ответственность. Неоднократно, наверняка, получала некий выговор за это. Но, тем не менее, она вот так вот относилась к пациентам. Она понимала, что присутствие родственника иногда спасает жизни. И давала родственникам попрощаться с пациентами, пока они еще были живы. Когда она понимала, что что-то бессильное сделать. Поступала я, конечно, в первый медицинский институт имени Павлова. Он тогда был институт. Это сейчас он университет. И выбор был обусловлен, конечно, тем, что мама закачивала первое ЛМИ. И я пошла по ее стопам, естественно. Студенческие годы были очень счастливые, насыщенные. Запомнились они прекрасными строотрядами. Мы ездили в Казахстан строить дома, штукатурить их. Мы смеялись, что у меня профессия врач-штукатур. Также я научилась там делать кладку. Немножко работала каменщиком. Делали мы раствор, подносили ребятам раствор, которые клали стены. Это было счастливое время. Те люди, которые ездили в строотряд, навсегда остались друзьями и близкими людьми. После третьего курса, когда у нас была терапевтическая практика, я пришла на месяц в институт кардиологии. И влюбилась абсолютно в эту профессию. Учителями были такие выдающиеся люди, как Владимир Андреевич Алмазов, Лев Вениаминович Чирейкин. И, конечно, это стало мечтой после окончания института поступить и работать в институт кардиологии. Хочу сказать, что в институт кардиологии не попал ни один случайный человек. То есть все сотрудники института были выращены Владимиром Андреевичем со студенческой скамьей. Он сам вел студенческое научное общество. И пятый, шестой курс я его посещала. На шестом курсе на базе института кардиологии я сделала свою первую научную работу. И после этого я поступила в клиническую ординатуру в научно-исследовательский институт кардиологии. И в течение двух лет там обучалась. После ординатуры я осталась работать в институте кардиологии на отделении острого инфаркта миокарда. Мне повезло работать под руководством перепечи Никиты Борисовича. Это выдающийся кардиолог, очень щедрый учитель, невероятно талантливый клиницист. Кроме того, в институте кардиологии мне посчастливилось также сотрудничать с Шубиком Юлией Викторовичем, к которому я через некоторое время пришла работать в команду в Северо-Западный центр диагностики и лечения оритмии. И стала специализироваться на аритмологии. Моя диссертация была посвящена фибрилляции предсердий у пациентов с ашемическим инсультом. Это такое очень перспективное направление сейчас, потому что в наших руках появился инструмент, который спасает таким пациентам жизни, предотвращая от развития инсультов, фатальных инсультов, которые ведут к инвалидизации и к смертности. В 2012 году я поступила в докторантуру Лунского университета в Швеции. Так сложилось, что один из моих коллег из института кардиологии, с которым мы начинали, уехал туда в начале 2000-х годов и стал прекрасным профессионалом, стал набирать свою научную группу. Сначала было несколько пилотных исследований, и затем мне удалось поступить в докторантуру. Имя этого замечательного человека – Петр Георгиевич Платонов. Защитила я докторскую диссертацию, поскольку в Швеции только одна степень – это доктор философии в медицинской науке в 2016 году. И, как я сказала, моя тема называлась «Фибрилляция предсердий у пациентов с ашемическим инсультом». В 2014 году мы с нашей командой аритмологов пришли работать в Центр Пирогова на Фонтанке. Там я познакомилась с Ильей Валерьевичем Слепцовым, который оказался руководителем Центра эндокринной хирургии, очень профессиональным, талантливым врачом. И на тот период он искал кардиолог в Северо-Западный Центр эндокринологии. И с 2015 года я начала работать в Центре. Мне очень нравится команда. У нас, на мой взгляд, одинаковое отношение к пациентам, непотребительское. У нас есть желание помочь, желание сделать максимально, что мы можем, для того, чтобы пациент чувствовал себя лучше, чтобы он вылечился. Нравится мне командный подход, когда мы решаем какие-то проблемы совместно, поскольку эндокринные пациенты очень часто имеют нарушение ритма. И я помогаю подготовить пациентов к операции, для того, чтобы они могли быть приоперированы, как-то компенсировать эти нарушения ритма. Ну и, соответственно, надеюсь, что моя помощь полезна прекрасной команде эндокринных хирургов. Мы с мужем познакомились на дне рождения моего одноклассника. Они вместе учились в институте. Но до этого как-то муж увидел мою фотографию в доме одноклассника и попросил познакомить. Вот когда мы встретились на дне рождения, то есть мы в первый день решили, что мы поженимся. Первый день знакомства. У меня прекрасная дочь, которую я безумно люблю. Она уже взрослая, у нее уже своя семья. Дочь училась в Чехии. Мы вместе с ней тоже очень много путешествовали. Она присоединялась к нам уже во взрослом возрасте. Часто мы встречались в каких-то странах, куда она прилетала из Праги, а мы из России. И это, в общем, замечательное время. Как кардиолог-профессионал я бы всем советовала заниматься профилактикой. Профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Потому что, когда мы начинаем лечить пациента после тяжеленного инфаркта, у нас во многом уже связаны руки, и мы не можем вернуть его качество жизни на тот уровень, который мы могли бы получить, если бы мы своевременно знали о каких-то угрозах, на которые мы сейчас, слава Богу, можем воздействовать. Поэтому важно обследоваться вовремя, важно выявлять факторы риска, и важно на них воздействовать, чтобы не допускать инсультов, инфарктов и инвалидности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова